Давид был в гостях, он приехал из Казахстана, и он помощник пастора в общине, и ему усилили дать слово по этой недельной главе, потому что недельная глава это очень сильная глава, и о многом интересном она говорит. Давид, пожалуйста. Есть, Миша, царь в Тиргумле иврит? Шаба, шалом, братья и сестры, 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 спасибо за эту честь, сегодня быть с вами. Отец наш небесный позволил нам быть с вами, этот месяц, мы почти месяц здесь пробыли, и я. Я хочу передать всем шалом из Астаны, из нашей общины, от нашего руководителя, лидера, брата Нухума, от его семьи, от всех братьев и сестры. Как сказал брат Дима, действительно, эта глава очень глубокая, очень пророческая. Парашан Чамбло, шалейом и мудмая ненитвы, а мука? Хукат, мазы хукат, да? Как тут же это хука? Хок. Хок, да. То есть хок это законы, которые необъяснимы простым человеческим разумом. То есть законы, которые... Хукат, да? Мы знаем, что есть мишпат, да? Законы, которые объяснимы человеческим разумом, да? Есть хок. Есть мишпатим, вы есть хуким. И я коротко, просто несколько моментов, которые коснулись моего сердца, вас хочу рассказать. Во-первых, мы знаем, что в этой главе говорится о красной корове, да? Вот эта вот красная корова, которая должна быть без порока. Мы знаем, что это пророчески указывает на нашего царя Ишо Хамошеха. Мы знаем, что это пророчески указывает на нашего царя Ишо Хамошеха. И второй момент в этом разделе. Помните, когда змей начали жалить в пустыне, когда народ начал приходить к Моши? Тогда о чем сказал Моши? Да, Господь сказал, чтобы сделали медного змея. То есть это два ярких пророчества именно на Мошиха Ишо. То есть эта глава, этот Парашад Шабо, пророчески возвещает нам о той благой радостной вести, которую Господь дал народу своему Исраилу. И благая весть, она не теоретическая. Как и все Слово Божие, как и недельные главы тоже. Как сказал Ишо, что Слово Мое, это есть Дух и Жизнь. И в этом месте есть место, в этом разделе есть место, которое называется Хорма, где царь Арада захватил в плен из народа Израиля. Хорма означает обречение. Здесь по маком мы дубарали Айр, мы с вами Хорма. Обречение, то есть все враги были обречены на погибель. Но я хочу сказать, знаете, мы благодаря недельному разделу, Слову Божьему, в Торе, благодаря тому, что произошло на позорном столбе, тот медный змей, который был выставлен всем нам, Ишо, Мошиха, благодаря этому мы все можем быть победителями. То есть благая радостная вещь, она очень радостная. Очень радостная, благая вещь. Ишо, Моших, совершил победу, и он эту победу записал на счет каждого из нас. На счет каждого. Он сделал цехон, и этот цехон может быть к каждому из нас. Так, как будто это сделал ты или я. Он нотен нам это в финале, потому что это мы делаем, но он делается в коме. То есть, драгоценные братья и сестры, может быть, сегодня какие-то обстоятельства не в нашу пользу. Часто обстоятельства не в нашу пользу. Но пусть Господь нам поможет не смотреть на обстоятельства, но смотреть на Господа славы. Пусть Господь поможет нам всем жить в победе. И еще один момент в этой барашар-шаву, помните, когда народ начал роптать на Моши? И мы знаем, что из-за того, что Моши не проявил веры или святости, и народу не дал веры, он из-за этого не вошел в землю обетованную. И мы говорим, что в Парашат-шаву, что здесь Моши тоже получает какой-то оныш, который не относится к Ерце-моптахе. Чему учет этот момент? Из-за чего Моша согрешил? И в чем Моша шагал? Из-за того, что народ дает ему Моша. Из-за того, что он впал. То есть я хочу сказать, что на общине Израиля лежит ответственность за руководителей. На кихиле есть... А на кихиле есть... То есть каждый из нас, каждый из призванов будет какого-то поддерживать руки. Коль-эхат мэтану, а миссима шелло, лапзик ядань, шелла маннегим. Потому что это большая ответственность лежит на того, которого Бог поставил. Поэтому, драгоценные победители, пусть Господь благословит всех вас, нас, поможет жить в победе, поддерживать руки лидеров и взирать на Господа славы. И короткое свидетельство, когда в Астане нас спрашивают, вы случайно не еврей? Или где бы мы ни ездили? Есть три варианта ответа. Первый вариант. Простите, просто у меня интеллигентное лицо. Второй вариант. И третий вариант, когда спрашивают, Авраам, вы случайно не шахтер? Он говорит, я принципиально не шахтер. Я хочу этим сказать, драгоценный, братья и сестры. Я просто этим хочу напомнить о вашем, о нашем призвании. О призвании быть носителями славы Божьей. И я хочу сказать себе и всем вам, всем нам, чтобы мы принципиально были носителями славы Божьей. Нет ни одного случайного человека на этом месте. И, знаете, Божьей, что-то будет удивительно делать через вашу общину. Поднимется много учеников. Поднимутся еще новые общины, будут открываться через вашу общину. Мы живем в очень интересное время. Поэтому пусть Господь помогает нам принципиально стоять всем на славе Божьем. П докумизировать на славу Божьему. Пмотреть на внешние обстоятельства. Это пwig的 президци ietsей. Леон. Я хочу только добавить что-то дополнительное. То, о чем Давид говорил сейчас. Он рассказывал, что Израиль сделали медного змея. Это было сделано, потому что мы читаем в истории, что змеи стали жалить народ. И там написано интересное, Моше пришел в молитве к Господу. На русском языке это с трудом видно. И там написано на иврите, Отними от нас змея. Не змея в множественном числе, которые жали лифт, но как бы одного змея. И он говорит, есть проблема не с этими змеюками, многими, которые ползают, А с тем, что находится внутри, тот великий змей, который внутри. Это четкое указание на грех, который присутствует внутри. И это то движение внутри нас, которое подвигает нас изменять верному пути и грешить. И тогда Господь дает четкий ответ, есть одно решение, он говорит. И он говорит, вы поднимите с медного змея, как бы поднимите его на дереве. А тот, кто будет на него смотреть, он будет исцеляться. И вот смотрите, вот ситуация, человека жалила змея. И это были такие вредные паразиты, человек умирал очень быстро от этого. Но когда он смотрел с надеждой на этого медного змея, то он не умирал. И это то, о чем говорит Новый Завет о нашем Мессии. С одной стороны, каждому причитается смерть, потому что каждый грешит, а за грех смерть. Но Творец дает тебе выход, он говорит, смотри на того, который был распят за тебя. Если ты на него будешь смотреть и веровать в него, то будешь жить. Но чтобы увидеть, у многих из нас очки, почему, издалека не видим, нам нужно приблизиться. И те люди, которых жалил змея. Там все-таки был стан в 3 миллиона человек, и возможно они были далековато от того же стан, на котором был поднят медный змей. И эти люди, или переносили ближе, или они находили силы, приближались к этому ближе туда, чтобы увидеть этого вознесенного на шесте медного змея. И я уверен, что, как всегда, среди нашего народа хватало скептиков, которые говорили, ерунда какая, железяка там на шесте подвешивая. Каким образом это может помогать? И то же самое люди говорят сегодня. Каким образом этот Ешуа может помочь мне? Вообще, это меня никак не касается, я с этим не пересекаюсь, может была такая история. Сегодня она не актуальна. Но если ты веруешь, он может изменять твою жизнь. И он может давать тебе победу, он может отдавать освобождение от греха, и он может давать тебе шалом. Но это твой выбор, хочешь ли ты приблизиться. А ты сам делай свой выбор. И я еще раз, Давида, хочу поблагодарить за это слово. Давид, давай, подходи сюда, мы помолимся за тебя и всю, всю твою семью. Наташа, пожалуйста, с детьми, подойдите сюда. Мы шортим бы не иманут бы в Астана, мы им носим бы в Казахстан. Как Давид уже тоже говорил, они служат в Астане и по всему Казахстану ездят. Мы провозглашают веру в единого Бога через Ешуа Машиа. И вот когда смотрят на него, говорят, что ты еврей? Он говорит, да, видите, такое интеллигентное у меня лицо. Давайте, мы просмем наши руки и помолимся за ним. Отец Небесный. Написано в Писании. Настоящий еврей это тот, который верит в Мессию. И тот, который приближается к твоему народу, к твоей Торе. И не нужно быть вторым сортом в Небесном Царе. Потому что через Ешуа мы все находимся под твоими обетованиями. Через Ешуа мы все присоединились и стали одним целым в Израиль. Под твоим обещанием и твоим благословением. Вот этими благословениями, которыми ты благословил Израиль, мы благословляем Давида, Наташу и всю их семью. И мы просим, чтобы твое благословение, оно совершилось в них. Во имя Ишуа Мессии. И все скажут. Аминь. Подоблемый Борис.